Ха-ха, дорогие друзья, прямое включение с кровати, лежу такой и думаю, подсветка, значит, есть кресло гоночное, монитор широкий, ну чего-то тут не хватает, ёвно, да? Конечно же, руля, парни. Щелкнуть не получается. Ну вот, в общем-то, я купил себе руль, ни в коем случае не реклама, можно закрыть это всё, можно закрыть. Ноунейм фирма, короче, купил себе руль, сейчас я его установлю, зачем я его купил? Чтобы мучить себя. Итак, давайте займёмся его распаковочкой, собственно, прямо сейчас. Сейчас, в общем, сейчас я его достану. Вот такой вот рулешник у нас с вами. Короче, в моих планах вообще в целом проходить скилл-тесты в GTA 5 на этом руле, а также делать ещё немного другую дичь, играть в автосимуляторы прикольнейшие. И вот такие вот педали. Они идут в комплекте, естественно, то есть я взял, конечно же, с педалями, но я пока что с рулями вообще не имел никакого дела. И поэтому даже не знаю, что это такое, первый раз в своей жизни я купил игровой руль. На самом деле я даже не помню, чтобы я играл, может быть, как вообще давным-давно в раннем детстве давали мне один раз там порулить, но не более того. Парни, у меня есть VR, вы об этом знаете, и я об этом тоже знаю. А в VR, ну вы представляете, ну блин, ты запускаешь VR, у тебя рулит и в VR. Итак, места у меня на рабочем столе не особо много, как вы видите, но для руля здесь, в принципе, хватает. Итак, настройка нового гоночного места закончена, педали вот таким образом я установил сюда. Это у нас гоночный стул, а это у нас игровой руль. Короче, садимся, от первого лица сейчас тестируем. Нормально, нормально, сойдет. Маленький угол, конечно, он такой хлипенький, но сойдет, сойдет на самом деле. Блин, он немного со стола улетает. Ладно, сейчас попробую в какую-нибудь игрушку зайти. Ну вот так вот я буду как шофер выглядеть, чисто баранку вот так вот съел. Сейчас настрою все. Повыше сиденья настройки, так, педальки чувствуем, чувствуем, все. Так, это немного в сторону. Ну что, на фотошопте меня, знаете, здесь я должен ехать и с полом-вокером разъехаться просто в разные две стороны. Длины провода не хватает, реально. Не хватает длины провода. Кстати, к слову, как выглядит широкоформатный монитор, но при том, что игра запущена у нас в Full HD. Создаются вот такие черные полосы, как видите, под таким углом даже неплохой засвет камера ловит, хотя я глазом их не вижу, они реально черные, прям как кромка монитора. Но вот, кстати, замечаю с камеры, что да. Давайте отойдем подальше, посмотрим, вот у меня педальки. Вот у меня руль. Я запустил Forza Horizon 3, потому что четвертый у меня, увы, пока что нету. Я ее не купил. Мне предлагают нажать кнопку A, чтобы начать. Вот мне интересно, руль уже при коннекчен, нет? А, вот. Нет. Ни хрена. Так, что-то сработало. Кнопка сработала, то есть руль уже готов к работе. Чисто для атмосферы, смотрите. Вот у меня там все светится, а вот есть вот такой пульт с сенсорным управлением. Ты выбираешь, какой сегодня цвет тебе нужен. Это чисто задротская тема. RGB подсветка должна быть везде, даже на коврике. Ну, смотрите, то есть широкоформатный монитор, он, в принципе, реально вот весь кадр занимает, угол обзора. То есть, какой вот берет камера айфоновская, какой вы вот в итоге видите, на ютюбе формат, да? То есть, вот еще немного к рулю полностью занимает весь кадр. То есть, мне не нужно два монитора, потому что у меня вывозят мой основной монитор, который я, помните, в ролике за 50 косарей разбил. Я его реально покупал за 50 косарей давным-давно, по скидке еще вроде. Но сейчас он, кстати, столько и стоит. О, на весь монитор, смотрите, как это выглядит. Охерительно. Охерительно, парни. Так, ну что, парни, я от первого лица сижу. Садимся поудобнее, погнали. Очень странная чувствительность, все очень странно, пока крипово. Я слишком высоко сижу, это раз. Мне явно надо повыше. Ну, вот так вот, нормально. Газ в пол, погнали. От первого лица гоняем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как это все странно. Так. Ага. Переключение передач ни за что не отвечает. Давайте попробуем выехать на дорогу. Блин, так странно. Вроде как будто скорость есть. Ага, вон оно как, да? То есть, еще глубже надо педаль зажимать. На мощных машинах не так, немного это не симулятор. Ну, кстати. Блин, чувствительность очень странная. То есть, ее фактически нет, надо ее настраивать. Подождите. Тормоз в пол. Не врешься. Тормоз в пол. Ручник как? А где ручник? Задняя, но первая. Блин, на трассе надо очень жестко руль поворачивать. Как-то не по-настоящему. То есть, прям очень сильно надо руль поворачивать. Офигеть. Очень сложно держаться в своей полосе, учитывая то, что мы левосторонние движения с вами имеем. Так, обгон. Очень сильно приходится крутить рулем. Что за хрень? Что за хрень? Блин, жестко приходится его крутить прям. Блядь, да как это управляться-то с этим? Так, а третьего лица пока что, в принципе, смотрите, я справляюсь, но я по привычке еду не в своей полосе. У нас тут совершенно... Блядь, вообще нереально. Хуйня полнейшая. Короче, блядь, я не знаю. Парни, тут надо настраивать очень тонко руль. Пиздец, что за дрянь? Блядь, что за хрень? Сейчас покажу наглядно. Поворачиваем влево, а руль только в центральном положении возвращает все обратно. То есть, вот мы сейчас возвращаем руль, а машина продолжает ехать влево. А мы по-прежнему возвращаем руль, а колеса, сука, не поворачиваются. То есть, в центральном положении не поворачиваются. Каким образом происходит управление? То есть, все очень тупо. Чтобы повернуть налево, нам надо влево. Но, чтобы поворачивать направо, надо сначала вернуть в центр, а только потом поворачивать. То есть это такая дичь, это вообще ничего общего, напоминаю, с настоящим управлением автомобиля не имеет. Ну просто как так? Может я реально говно руль купил, но... Вот, я поворачиваю влево, смотрите, до упора сейчас поверну. Поворачиваю, он должен перестать уже так поворачивать. И он по-прежнему поворачивает налево. И только возвращая в центр, оно как бы едет вот так. То есть это как вообще работает? То есть это либо привыкать к этому управлению, но я напоминаю, общего с это, с настоящим рулем автомобиля вообще ничего не имеет. Небольшой такой какой-то... Ну как это сказать нормальным словом? Ну как смотрите, как это, ну это что это? То есть это вот так крутить, ну что это за бред? Смотрите, какая херня, только как я могу, как я научился пока ездить тут, смотрите. Вот так вот, вот так вот. То есть это спокойно, то есть для этого руля, это чисто руль для дрифта, видимо. Я не знаю, для чего еще может этот руль вообще предназначаться. Адекватно ездить и рулить на нем просто невозможно. Можно только вот такие вещи истворять вот. Вот так вот я могу ездить вообще спокойно. Ну, ехать прямо и адекватно, ну давайте попробуем. Опа, опа. Ловить приходится, ловить приходится, реально нету лоб... Это вообще не руля такая, это побрякушка. Смотри, ну что это за хрень? Ну вот я не могу обратно вернуть машину, нормально. Только вот, говорю, дрифты делать. А-а-а, давай! Хорошо. Это такой, такой, такой бред, я не понимаю. Короче, парни, немного помучился. Видимо, игра не воспринимает этот руль, потому что он работает как геймпад. Я попробую еще перезагрузить компьютер на еще один раз и еще раз зайти. Я не знаю, что может помочь. У него есть два режима, короче, у этого руля. На эту кнопку он их переключает, в общем, переключается там в руль, но сейчас он подойдет как геймпад. Но даже гляньте. Поворачиваем колеса влево, все нормально. Возвращаем руль, вот до упора. Возвращаем руль. И колеса только в определенный момент начинают возвращаться. То есть есть мертвая зона, но они возвращаются. Они, сука, возвращаются, и это видно в центральное положение. Поворачиваем вправо. Возвращаем руль, и колеса возвращаются. То есть показываю в реальном времени. ГТА 5 хорошо воспринимает. Здесь можно приноровиться к управлению. То есть вы видите, я нормально соблюдаю. Давай, 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 давай. Неужели все так плохо с Форзой было? Вот видите, я же нормально еду. Резкий поворот. Опа. И вот в резких поворотах этот руль себя показывает крайне плохо. Он показывает себя с точки зрения джойстика, как раз таки, а не руля. Делаю это все на руле. Приходится ловить после резких маневров, потом очень сильно. То есть мне, как водителю, это непривычно реально. Это очень странная дичь. То есть по сути это тупая игрушка, это не руль. Это самая настоящая игрушка для детсадовцев, как заметили на форуме. Я пытался найти обзоры на этот руль и ничего не нашел. Не, парни, его я настроил, вот все сделал правильно. И он просто сам по себе вот такой говеный. Даже пешком, сука, он ходит странно с задержкой. Смотрите. Вы слышите щелчок? И через какое время он начинает идти? Или на клавиатуре как? Моментально, смотрите, он реагирует. Да, влево, да, вправо. На руле, смотрите. Ну какая задержка, это дичь. Это, парни, это говно. Мне ничего не остается сделать с этим рулем, кроме как выкинуть его в окно, реально. Парни, я не хотел этого делать, но... Это реально не то, что я ожидал, я хотел реально руль, а получил... С руль получил, парни. Я реально расстроен, я потратил, хоть и не так сильно много, но... Ощущение, что меня отымели. И я просто это сделаю прямо сейчас. Хах! Вы что думали? Я вас обманул, как и меня обманули с этим рулем. В общем-то, я не знаю, что с ним делать, поэтому вот у меня аж рога выросли просто с такого, ну... Как так? Ну просто, ну как так? Ну купил руль, но хотел погонять парня, что в итоге? Ну вот тебе хрен, просто в жопу, вот, 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 на. Но прямо сейчас я решил провести просто розыгрыш. Хотя бы вы заберите, может быть у вас получится его настроить, может быть вы приучитесь просто, может быть вы не водитель, вам будет нормально. В общем, ставь лайк под этим видео, подписывайся, и будет просто розыгрыш. А что мне ещё делать, остаётся парня? Тут только разыграть этот руль нужно, и всё. В общем, забирайте руль, ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был Такс, которого сегодня немного обидели. До скорой встречи, пока!